Всем доброго времени суток, дорогие мои! Расскажу сегодня вам о таком растении как Долларовое дерево. Хочу его пересадить в новый горшочек, так как в старом почему-то мне не нравится, что он двойной. Корни не могу никак посмотреть, не просматриваются корни. Мне кажется, что они там не дышат, поэтому я решила посадить его в обычный одинарный горшок. Долларовое дерево считается довольно неприхотливым растением. Вот такие у него корни, корнище. Еще у него имеется клубишок, клубень, картошка такая, которая способна в себя впитывать влагу и постепенно отдавать ее растению. Один стебель у него считается одним листом, а маленькие листочки у него это листовые пластины. Насыпала я дренажа в новый горшок, приготовила почву для него. Почву он любит обязательно воздухопроницаемую, легкую. Я добавила в универсальный грунт немножко торфа верхового и агроперлита. Насыплю чуть-чуть земли в горшок, поверх дренажа и сверху положу растение. Агроперлит добавляется для того, чтобы его разрыхлить землю, сделать его более воздушным и впитывает в себя влагу и постепенно отдает ее растению, что тоже как бы способствует тому, чтобы корни его не загнили. Тут у меня ребенок во все играется. Вот, посадила я его, насыпала сверху грунта и еще один момент. Не сажайте его слишком глубоко. Я чуть-чуть добавила земли, потому что он оказался чуть-чуть горшочек глубоким. Вот, если вы его заглубите, то растение замедлит свой рост, либо совсем его прекратит. Никогда его не заглубляйте. И еще один момент, не сажайте его в слишком просторный горшок. Он любит расти в тисноте. Вот так мы его пересадили. Ставить его нужно обязательно в комнату, где рассеянный свет, но не прямые солнечные лучи. Он не любит прямые солнечные лучи. Поливать его нужно с добавлением удобрения один раз в месяц. Я это делаю редко. И что касается его размножения. Размножается он легко. Вот тут я осенью отломала случайно веточку, такую маленькую, тоненькую. Посадила его в горшочек с фикуса. Он дал вот такие вот корни и неплохой клубень. Из этого клубенька, кстати, еще лезет вон стрелка. Посажу его рядом с основным растением. Пускай растет себя. Вот так вот заглублю и она у меня будет расти тоже тут. Я бы могла поделить этот куст, но я хочу, чтобы оно у меня росло одним большим растением. Размножается она еще делением клубня. Опрыскивать его не надо. Он приспособлен к сухому воздуху. Время от времени можно протирать листочки. Вот и все. В этом весь секрет его выращивания. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх и до скорой встречи. Пока-пока.